Сегодня самый обычный вечер понедельника и в Дубай-моле предлагают купить шоколад с верблюжьим молоком. Вот 30 дирхам он стоит. Пожалуйста, шоколадные верблюдицы. Это фабрика Аль-Насма дубайская. Огромное количество достопримечательностей Дубая. Вот отель Буржель-Араб, красавица арабская башня. Башня Халифы, колесо обозрения и... У Башни Халифы сегодня выйдем, посмотрим. Сейчас пройдем мимо ресторанчиков, рестораны здесь прекрасные. Так, Тесо открыл свой магазинчик. Обменный пункт валюты. И куда же без Макдональдса? Вот он. Здесь есть даже пирожок, который начинен финиками. То есть не только apple pie, но и date pie. Дальше фрукты для соков, мороженое. И лепим и варим. Вот он знаменитый. Лепим и варим. Вот они наши повара чудесные, которые нас знают. И мы их знаем и любим. Что же такое будет делать повар? Ах, как раскатывает он тесто. Какая красота. А здесь делают пельмешки. Вот они, какие пельмешки. А это наши гости, которые нашли ресторан. Лепим и варим. Да, вот он. Лепим и варим. Что позволяет? Ролл энд бойл. Все, что душе угодно. Даже есть селедка под шубой. И чебуреки, пельмени. Это все здесь продается. Хай, good evening. Итак, чебуреки. Вот так вот. Вот так вот все это вкусное. И матрюшки, хохлома. Смотрите, какие лимонадики. Да, вот пельмени изображены. И это все лепим и варим. Да, здравствуйте, говорят, наши гости покупают. Совершенно не ожидала их здесь увидеть. Но как раз спрашивали, где можно поесть нашу еду. Теперь можно. Хотя здесь и Сабвей, и, пожалуйста, Наблос. Очень много ресторанов. Ну и очень много людей, которые хотят этими ресторанами воспользоваться. И хотя сегодня обычный понедельник, людей довольно-таки много в Дубай-моле. Но мы сейчас выйдем на улицу. Прогуляемся, посмотрим, что же там за пределами Дубай-мола. Дубай-мол – самый большой торговый центр в Дубае. А некоторые говорят и в мире тоже. Особенно по количеству брендовых магазинов. И вот так водят гиды, так вот водят группы с флажочками. Однако мы выходим на улицу к подножию башни Халифы. Здесь четыре выхода на фонтан. И фонтаны бьют каждые полчаса с шести вечера. И вот кто-то уже посмотрел фонтаны, кто-то ещё идёт на фонтаны. Автоматические двери. Да, вот такая красота. Ресторанчик KFC. Пицца-хат с террасами, с которых можно посмотреть на фонтан. Фонтан у подножья башни Халифы. И вот люди сидят, едят и готовятся посмотреть фонтаны. И вот только что фонтан в семь часов вечера был. Вот у подножья башни Халифы. Высота башни 828 метров. Отель, офисы, квартиры, смотровые площадки. Три в одном. Можно остановиться в отеле от Армани. Ну а можно остановиться в других отелях, а в Армани сходить поесть. Прекрасный ресторан от Армани. Да, и приезжают люди со всего мира, из других арабских стран. 22 арабские страны в Арабской Лиге Государств, в которых люди говорят по-арабски. И хотя несколько диалектов в арабском языке, все стараются понять друг друга и понимают, особенно если дело касается бизнеса и создания чего-то оригинального. То есть Дубай – это город, который называют туристической меккой. Скопировано очень многое со всех стран мира. Зазывают специалистов. И вот даже если мы посмотрим на рестораны, то здесь есть и ресторан Новиков. Вот он. И ресторан Лето. Вот он, пожалуйста. Ну а кому нравятся арабские рестораны, здесь их тоже больше, чем достаточно. Это ресторан Зузу, Карамбейрут. Вот их очень много. В самом торговом центре Дубай Молл очень много ресторанов. Карамбейрут. И рестораны есть через мостик, если пройти, вот такой мост. На рынок, рынок Сук-Аль-Бахар. И там тоже рестораны. Эвдаль-Вахаб. И другие, которые относятся к системе тайм-аут-маркет. Да, лодочки. Маленькие абры движутся на электрическом двигателе у подножья башни Халифы. И катают они по озеру в 12 гектар. Вот сегодня немножко облачный день. Сегодня 15 апреля 2024 года. и мы видим, как люди отдыхают. Температура воздуха плюс 31 градус сегодня. Днем была. Сейчас, наверное, 28. То есть очень комфортная температура для прогулок. Поэтому мы с вами идем гулять. Идем гулять у подножия башни Халифы. Да, здесь можно прогуливаться, сидеть на лавочках. Вот некоторые отдыхают уже нагулявшись. Кто-то фотографирует башню Халифы со штативом. Вот так удобнее всего фотографировать. Иначе приходится наклоняться вот таким вот образом. Башня высокая. Не всегда она входит в объектив. Как раз здесь все фотографируются. Мы их обойдем и отправимся дальше вдоль озера. Прекрасные оливковые деревья высажены у подножья башни. Люди там в тени деревьев отдыхают. Также разложены камни наподобие лавочек. И можно здесь прогуливаться, смотреть, как люди приехали со всего мира. И сегодня понедельник, поэтому не так многолюдно, как было вчера и позавчера. То есть сегодня как раз закончился многодневный фестиваль идольфитр, который продолжался неделю. Неделю были выходные. Ну а сегодня обычный день, обычный понедельник. Однако свечение башни показывает нам музыкальные пристрастия до самых разных поколений. Джаз. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. а это кантри стиль башня халифа превратилась в гитару диско так что у подножья башни халифа можно оказаться на дискотеке а это рок хип-хоп танго танго а это поп музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, именно здесь отчаливают лодочки А вот здесь продаются билеты Lake Ride называется Программа, которая продает билеты На лодке Abra На электрические лодки Позади нас остался торговый центр Dubai Mall Напротив рынок Сукальбахар Да, очередь, чтобы кататься на лодочках Но сегодня она очень быстро проходит А мы идем дальше Идем на смотровую площадку, чтобы смотреть фонтаны Это возле оперного театра Вот такой переход С полумесяцами и звездочками Украшения сегодня еще остаются после фестиваля Хотя я не вижу подсветку То есть обычно во время фестиваля Этот тоннель еще и подсвечивался гирляндами И здесь можно прогуливаться вдоль всего озера Но можно покупать билеты на понтон, который находится на озере Вот есть люди, которые проходят Размещаются на этом понтоне Они будут смотреть фонтан непосредственно с воды Стоимость такого билетика 20 дирхам Дирхам местная валюта В 1973 году Эмираты начали печатать свою валюту До этого валюту печатала Индия Рупия залива Так называлась денежная купюра Вот такой длинный понтон Практически через всю правую часть озера И я вижу, как почти не развивается флаг Потому что ветер стих До этого ветер был сегодня очень сильный Сейчас есть небольшой порыв Черный, белый, зеленый и красный Вот цветовая гамма-флага эмиратского И мы как раз будем возле этого флага Вот она, эта платформа, с которой мы смотрим фонтан А впереди опера Оперный театр То есть вот она, башня Халифы Очень красивый район И мы идем дальше К опере Дубайская опера была открыта 31 августа 2016 года Пласида Доминго был на открытии Было замечательное представление Впрочем, как и все в Дубае Яркое, красивое И здесь можно прогуливаться Сидеть на лавочках Сегодня очень немноголюдно По сравнению с тем, что здесь было Всю неделю фестиваля Поэтому именно сегодня я и решила прогуляться У подножья башни Халифы Видим, как отражаются здания оперы Роскошная люстра белая внутри сверкает Переливается И здание, построенное шейховской компанией Эмар Очень многочисленный В Дубае Самая главная шейховская строительная компания Радует своими шедеврами Работая виртуозных конструкторов, инженеров, дизайнеров И вот здание Бурж-Халифа построил Эдриан Смит Американец Но у него было очень много помощников Более 30 компаний постарались внести свою лепту В этот шедевр современной архитектуры Который с 2009 года И до сих пор является самым высоким в мире 828 метров его высота Отель, офисы, квартиры Смотровые площадки Рестораны Поэтому люди приезжают И находят для себя По своему запросу Развлечения Увлечения То есть кому что интересно Изучают в Дубае И мы видим фонтаны цветные Но эти фонтаны маленькие А вот большой фонтан Очень скоро будет у подножия башни Подножии башни Халифы Ах, облако проходит над башней Красивейший вид И ориентировочно в 19.30 Будет фонтан Который, собственно, мы с вами и будем Смотреть Со специальной площадки У подножия башни Да, я специально решила прогуляться Потому что погода сегодня великолепная Вот такая аллея из финиковых пальм Финиковые пальмы Очень любимы местными гражданами Вообще Жители жарких стран Финиковые пальмы Придавали очень большое значение Потому что она дает тень Спасительную тень Когда жара, пекло Можно спрятаться в ажурной тени И дает вкусные плоды Финики Которые являются самыми мощными Антиоксидантами в мире То есть препятствуют старению Особенно старению кожи Так здесь говорят Кожу защищали И одеждой И маслами смазывая открытые части И старались есть финики каждый день Арабская каллиграфическая вязь Так что это Не знаю Сигнализация где-то сработала Интересный момент Но нас сигнализация не испугала Вот она закончилась И мы идем дальше Этот район С многоквартирными жилыми домами Имеет огромную площадь Прекрасный Ковер из травы То есть газон выслан У подножия пальм Которые светятся И вот мы здесь Наблюдаем прогуливающихся людей Что-то обсуждают Очень бурно Вот почти дошли до флага Из торгового центра У меня это заняло 22 минуты Можем подняться Вот по этим лесенкам И посмотреть фонтан Семьи с детишками прогуливаются И мы сейчас Пойдем наверх Полюбуемся фонтаном И конечно Я не знаю Какая будет мелодия Компьютер включает Выбирает мелодии Вот мои ножки Идут по ступенькам Вот такие ступеньки Люди здесь фотографируются Красиво сегодня С облаком башни И я уже вижу Как вылезают пушки Водяные пушки Которые сейчас будут стрелять Максимум на высоту 152 метра Поднимается вода Не знаю Какая будет мелодия Но в любом случае Смотрим Любуемся Белые два Водяные пули Белые два Что с краев Белые два Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»